Здравствуй, дорогой друг Скептики говорят, что русская деревня умерла Традиции села утеряны и забыты Нет того трепетного отношения к своей земле, которое было у наших предков Но это не так Без сомнения, село живет, сохраняя все то, что было накоплено веками К тому же появился новый формат традиции жить на своей земле Который скрывается за словосочетанием коттеджный поселок Посередине бескрайнего Богородского поля появился деревянный красавец-храм Коттеджный поселок Владыкино пока есть только на чертежах архитектора Но первый шаг уже сделан, построен Дом Божий В середине августа церковь в честь преподобного Серафима Саровского Освятил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий Коттеджные поселки это как бы сейчас современный формат нового проживания Который полюбился многим людям, они развиваются у нас в области А храм это те самые древние традиции, которые сейчас как бы воплощены здесь Потому что всегда, когда осталась новая деревня, новый город В первую очередь закладывался храм Вот и мы следуем древние традиции Храм в честь преподобного Серафима Саровского стал первой церковью Построенной на территории коттеджного поселка в шаговой доступности для его жителей Строительство населенного пункта только началось, но эти труды уже благословлены Господом У меня сегодня большое облегчение, потому что мы этот храм строили два года Мы прошли на самом деле очень долгий путь Причем путь не сколько физически трудный, а сколько душевный Потому что было много трудностей, много проблем, которые приходилось преодолевать Насколько очень много в себе И наконец-то сегодня свершилось это чудо Мы осветили храм и в этом поселке, в этой деревне Владикино Теперь будет место, где люди смогут помолиться Церковь – это очаг духовности, культуры и нравственности Верующие убеждены, чем больше будет храмов Божьих, тем больше человеческих душ придет ко спасению Когда ты в церковь приходишь, все равно на душе становится очень легко И вот, вы знаете, такое ощущение, забывается все плохое, становится хорошо И потом целый день человек ходит, ему приподнятное настроение Охота сделать как бы людям другим тоже хорошо А храмов, чем больше храмов будет, тем лучше Я думаю, что любой приходящий в храм как бы в какой-то степени хотя бы очищается И он как бы не способен на какие-то плохие поступки А я думаю, что будет он настроен на совершение благовидных поступков Первоначально в проекте коттеджного поселка Владыкино было обозначено строительство небольшой часовни Но митрополит Нижегородский Арзамаский Георгий дал свое благословение на возведение целого храма Сегодня особо понимаешь мудрость этого решения Храм в честь преподобности Рапима, батюшки, построим за короткое время Мы сегодня видим, как он возвышается над этим селением, как невеста Христова Как духовный маяк И это говорит о том, что в жизни людей есть большая потребность духовной жизни Духовная жажда И надеюсь, что этот храм также будет наших жителей села Владыкино благословлять, направлять в праведной жизни И укреплять их силу духовную, телесную, жить в благочестии Традиции сельской жизни не забыты Духовность не утеряна А значит, русская деревня будет жить Православному храму в деревне Афонина Быть благочиной Кстовского округа Протерей Алексей Ёлкин общается с местными жителями Рассказывает о том, что на участке уже через год могут построить часовню Желание слышать здесь колокольный звон Изъявили несколько лет назад сами афонинцы Затем было хождение по кабинетам чиновников Заседание инвестсовета И вот решение земельный участок могут передать под строительство Сегодня состоялось собрание местных жителей На котором мы поставили в известность всех пришедших на нашу встречу О этом великом и славном начинании Молимся Господу Богу и просим, дабы Господь благословил наше намерение И в скором времени все мы увидели бы в деревне Афонина Святой крест и купола храма Божия Собрание в администрации пока было предварительным Впереди еще предстоят общественные слушания На котором жители Афонина должны принять окончательное решение о возведении храма Это интернет-страничка кстовского благочиния Нижегородской епархии На сайте есть раздел, где можно задать священнику любые вопросы, связанные с православием Например, Александр спрашивает Я очень люблю есть сладкое, грех ли это? Добрый день Ну, сказать, наверное, однозначно, что любить сладкое – это грех Нельзя Хотя, с другой стороны, дорогие братья и сестры, мы с вами прекрасно понимаем Что любая привязанность, любая привычка наносит определенный вред нашей свободе Ибо, как говорит апостол Павел, ничто не должно обладать мною Ибо действительно, если я имею какую-то греховную привычку, какую-то страсть Какое-то дело, без которого не могу прожить и чувствую Которое обладает мною Которое мешает моей свободе Которое заставляет меня отчасти страдать ради этого Переживать, впадать в тоску, печаль, уныние То, конечно, это состояние весьма пагубно и вредно Может сказаться на моей духовной жизни и жизни в целом Именно поэтому хотелось бы призвать всех нас Все употреблять в меру Стараться не забывать и помнить Что все-таки мы должны быть выше всего того Что призвано, в кавычках, давлеть над нами И порабощать нашу душу и тело Поэтому, если я чувствую, что имею определенную страсть К употреблению сладкого Значит, нужно попытаться ограничить себя Создать какую-то преграду Для того, чтобы вновь вернуть контроль Над своими чувствами, над своими желаниями Над своими эмоциями и настроениями Это касается не только сладкого Это может касаться всего остального Что имеет место в нашей жизни Кто-то, быть может, употребляет в привычке Нецензурные слова Кто-то, быть может, подвержен привычке курения Все это определенного рода страсти Которые лишают нас величайшего дара Данного нам Господом Богом, свободы И христианин призван во что бы то ни стало Быть может, несмотря ни на что И порой, вопреки всему, сохранять этот дар внутри себя Дар свободы Ради этого нужно трудиться И порой трудиться немало Поэтому я всем, дорогие братья и сестры И в первую очередь себе Желаю помощи Божией Чтобы на нашей жизни всецело Воплощались бы слова апостола Произнесенные ими однажды И ныне продолжающие свидетельствовать О своей силе и глубине Ничто не должно обладать мною Помощи Божией Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok